Итак, женщины, что делать с этим неопознанным летающим объектом, мужиком? Он жесткий, как бы, ничего не понимает, ему надо сто раз одно и то же говорить, он ничего не слышит, действует всегда по-своему. Доказать ему ничего почти практически невозможно, он очень упертый, идет вперед, как бы постоянно на женские слова вообще не реагирует, женщине не доверяет и так далее. Вот, правильно я говорю, женщины, что делают? Сейчас объясню. Женщины, вот кроме наружного психического цилиндра, который, с одной стороны, вас восхищает, с другой стороны, утомляет, пугает, вот, у мужчины существует еще внутренний психический цилиндр. Вот, к вашей радости, как бы, этот внутренний психический цилиндр у мужчины, он мягкий, нежный, добрый, вот. Гораздо лучше, чем ваш внутренний психический цилиндр, поверьте мне. Вот, поэтому женщина должна взаимодействовать со своим мужем только через внутренний психический цилиндр. Как это делать, сейчас вам расскажу. Вот, допустим, муж заходит с работы домой, не надо ему сразу говорить, ты там платье мне купил, там, или еще что-то. Во-первых, он очень напряжен с работы приходит, его не надо сразу ничем грузить. Если муж приходит с работы, сразу надо его обнять и расслабить. Потом дальше сказать, пойдем кушать. Сначала нет, пойдем в душ. Мужчина сам в душ не пойдет, надо, мужчина должен понимать, главная проблема мужчины – это напряжение. Душ или вода сильно снимают напряжение, потому что вода – это женская энергия. Она расслабляет мужчину, мужчине нужна вода, любому мужчине нужна вода. Поэтому, пожалуйста, иди, прими душ. То есть, пошел он, помылся, уже лучше, он уже такой более бодренький, хорошо. Дальше его надо сразу тащить за стол. Понимаете, не стол во время телевизора, а за стол. Понимаете, так как мужчина не может просто есть, мужчина не может просто есть, ему надо что-то смотреть. Сядьте перед ним, пусть смотрит на вас. Или обнимите его во время еды. Понимаете, женщина, она когда ест, она должна быть одна. Мужчины, слышали? Женщина, когда ест, она должна быть одна, и она должна всех уже накормить, чтобы никто ее мыслями о еде не мучил. Она всех накормила, осталась одна, и она тихонечко ест, когда никто не мешает. Она тогда хорошо, у нее все усваивается, все нормально. Ее трогать не надо. Но мужчина не такой человек. Ему, наоборот, хорошо есть рядом с женой. Когда его жена обнимает, кормит, в это время улыбается ему, он тогда хорошо ест, или он будет есть рядом с хоккеем. Выбирайте. То есть, если вы мужчину привучите рядом с собой есть, тогда он не будет есть рядом с телевизором. А если мужчина будет есть рядом с телевизором, у него эта еда ему не поможет. Понимаете, он брюхо набьет, во-первых, если мужчина ест рядом с телевизором, он будет жрать в три раза больше. По бюджету будет очень сильно бить. И понимаете, это все будет, вы будете работать на унитаз, потому что эта пища вообще никак не усваивается у него. Она транзитом проходит по кишечнику, и просто унитаз будет больше дозу получать себе от мужика как бы в нужный срок. Если вы хотите, чтобы у мужчины пища усваивалась, нужно ему предоставить свое улыбающееся лицо вместо телевизора. Понимаете? И он должен смотреть на него во время. И он вам будет рассказывать в это время, какие все козлы вокруг. В это время надо улыбаться ему, кивать головой и не слушать всю эту трепедень. Может быть он что-то хорошее будет рассказывать, это значит, что у него хороший период идет. А если плохой рассказ, значит плохой. Но мужчине, когда он что-то рассказывает женщине, ему вообще не нужна ваша оценка этого всего. Это полный бред вообще, думать, что ему это надо. Ему нужно только одно от вас, чтобы вы ему кивали, его поддерживали. Он сам разберется, поверьте мне, как бы хорошо это или плохо то, что он делает. Он сам разберется, ему от вас нужна просто, чтобы он чувствовал, что есть хотя бы один человек на земле, который меня понимает. Понимаете, женщина как бы, понятно, что вы его не понимаете, он что-то там несет вам, это вообще вы далеки от этих всех запчастей там или политики. То есть у вас совсем другая жизнь. Но мужчине нужна поддержка, поэтому вот киваете ему, поддержите и наводящие слова, говорит, да, вот соглашайтесь с ним. Все, и мужчина будет счастлив рядом с вами. Если вы думаете, что ему нужна, как бы выпучив глаза, ему говорите, да ты понимаешь, что твой начальник нормальный мужик, а ты вообще просто. Если вы ему так скажете, то вы разрушите человека просто. Он, во-первых, ничего не поймет, это невозможно. А во-вторых, он разочаруется в вас, как в жене. Вы, допустим, ну а если он косячит на самом деле, вот муж косячит, что делать? Сейчас объясню. Вот женщина, допустим, муж вам, он кушает, рассказывает, открывает сердце, рассказывает вам, что у него происходит в жизни, и вы заметили, что он делает то, что разрушит его жизнь. Надо улыбаться, согласиться, сказать, молодец, все правильно. И потом спросить, задать вопрос такой. А некоторые люди считают, что вот так, это правильно или нет? И ответ будет ясен. Он скажет, да не все, да неправильно это. Но задумается. Понимаете, если женщина, наводящий вопрос задает, она спрашивает, а вот это правильно или нет? Она не говорит, что это абсолютно истинно, это мое мнение, и ты как бы редиска, а начальник хороший человек. Понимаете, не надо так мужу говорить. Это не поможет женщины. То есть, если вы хотите ему помочь, он во время еды, он открывает сердце. Вы скажите ему по-доброму то, что некоторые люди считают. Не надо уточнять, какие. И в это время ему в сердце прямо зайдет вот эта мысль, и он потом дальше ее начнет обрабатывать в своем аналитическом центре. Понимаете, мужчина все обрабатывает, все, что заходит в сердце. Поэтому не волнуйтесь, он разберется во всем. Но если вы ему подставите под сомнение его взгляды, то вы таким образом скажете ему, что вы его не любите просто, и все. Итак, у женщины, смотрите, у мужчины внутри есть в психике одна удивительная вещь. У него есть движение вниз, означает желание расслабиться, напиться, поехать на курорт, найти себе бабу, бросить семью. И пошли все нафиг. Понимаете, это значит, что он устал, и его желание идти вниз, то есть разрушать свою жизнь. Это движение вниз у мужчины, это самое страшное, что есть вообще в жизни семьи. Понятно?